Политик, дипломат, бывший депутат Сейма и министр. С 2004 по 2014 год еврокомиссар. А теперь советник президента Латвии Андриса Берзинджа в сфере экономики и по вопросам, связанным с президентством нашей страны в Совете ЕС. Все это о нем. Андрис Пебалкс. Доброе утро. Официальные мероприятия по вступлению в эту почетную должность уже в Риге состоялись. Хотелось бы узнать, какие были первые отзывы, справились ли мы со всем и все-таки что внесло в повестку дня парижские события? Наверное, надо как-то отделить парижские события от того, что были президентством, потому что открытие президентства, встреча с комиссией, конечно, было успехом. И кроме того, мы открыли год развития. Он был менее заметен в латвийских медиах, но это очень важное мероприятие, потому что мы открываем мероприятие в 2015 году, когда будет большая смена мирового видения мира. Таким образом, я думаю, что Латвия справляется на сегодняшний день очень хорошо. То, что произошло в Париже, конечно, это шок, первый шок. И второе, это в какой-то степени солидарность, потому что солидарность во Франции, солидарность в Европе, солидарность в мире с фамилией погибших. Было то, что, по-моему, никто не мог бы предсказать. А что это сменит в повестке президентства? Конечно, это будет смена каких-то акцентов, потому что всегда люди считают, что их благосостояние и, по-главному, их возможность жить спокойно зависит от правительств. Таким образом, конечно, европейские правительства должны найти меры, как сотрудничествовать в сфере безопасности, внутренней безопасности и в борьбе с терроризмом. Накануне министр иностранных дел, Эдгар Янкевич, в рамках председательства Латвии в Совете ЕС, побывал в Москве, где встретился со своим российским коллегой. Как, по-вашему, будут... И вот в МИДе уже заявили о том, что есть надежда на улучшение ситуации, что вот этот диалог, который состоялся в Москве, он, возможно, улучшит ситуацию. Каков ваш прогноз? Как будут развиваться в ближайшие полгода или в ближайший год отношения России и Евросоюза? И нашей страны, в частности? Я надеюсь на улучшение, конечно. Но отношения очень сложные. И там много вопросов. Но главное, я надеюсь, что будет прогресс насчет вопросов в Востоке Украины. Это, я думаю, что первое самое важное. Если здесь мы можем найти возможность продвинуться на базе Минских соглашений, это уже будет что-то очень позитивное. И тогда, конечно, отношения могут улучшиться и в других сферах отношений с Россией. Но то же самое не надо как-то быть очень оптимичным, потому что очень-очень сложные отношения. Скоро не разрешится вот эта вся ситуация? Нет, я не думаю. Потому что то, что произошло между Россией и Европейским Союзом, это потеря каких-то доверия. То, что было два года назад, оно потеряно. И чтобы это построить, надо намного больше времени. А стоит ли ехать нашему президенту 9 мая в Москву? Я думаю, что этот очень хороший вопрос, он задается. Но я думаю, что президент принял, может, не популярное, но самое умное решение, смотреть, как ситуация будет развиваться. И как ситуация между Европейским Союзом и Россией будет развиваться в месяце латвийского президентства. Так что это зависит на то, какой будет прогресс в наших отношениях. Поймут ли президента, если он все-таки решит поехать 9 мая в Москву? Президенты? Президента. Поймут ли нашего президента в Европе? Я думаю, в Европе, я думаю, что это... В Латвии его наверняка не поймут. Я бы не сказал бы. Потому что те, которые говорят, что никаких отношений с Союзом не надо, это меньшинство. Большинство людей считает, что нам и экономично, и политически важно хорошее отношение с Россией. И это просто надо хорошо объяснить людям. Потому что большинство, конечно, будет слушать аргументы. То есть вы, в принципе, не против визита Андриса Берзиньша 9 мая? Нет. Я в принципе нет. Но это зависит от политического контекста. Если нет никаких продвижений на это. И мы в той же ситуации и в Украине. Есть ли смысл ехать? Я бы сказал бы нет. Потому что это ничего не меняет. Если это создает позитивную атмосферу, всегда в политике нет стопроцентных позитивных решений, которые радуют всех. Так что это зависит от ситуации, от контекста развития политических отношений. В то же время, конечно, это решение будет сложно принять. Потому что это будет как стакан с воды. Или половина пустой, или наполовину полной. Даже в лучшем случае. Как вы считаете, нужен ли Европе отдельный русскоязычный канал? Я не очень сильно сторонник этого. Я, конечно, понимаю, что это можно сказать. Но в Европе даже нет и одного английского канала. И мы в основном общаемся на английском языке. Потому что все-таки люди смотрят то, что происходит в их стране. И я не знаю один вещательный канал, о чем он будет говорить. Так что я не очень сильное мнение. Но я бы сказал, что надо создавать каналы, которые интересуют зрителей. И не просто политические конструкции. Советником президента вы планируете быть как минимум до конца председательства Латвии в Совете ЕС. Что дальше? Какие планы ваши? Дальше у меня нет никаких особых планов. Это еще полгода. И я как-то не очень думаю о дальнейшей карьере в этом ситуации. Но через полгода вы уйдете с поста советника? По-моему, на свои президентские выборы. Так что я никак и даже не могу остаться. Так что в любом случае контракт... Вы полагаете, что президент не останется? Я не знаю. Я не знаю. Это Сейма должна решать. Но даже если он остается, он создает новую команду. И таким образом, конечно, есть определенная дата, когда меняется. И кто будет президентом, какое решение он или она будет принимать. Это у их компетенции. То, что я буду делать, я не знаю. Но мне очень хотелось участвовать в президентстве в Латвии и в Европейском Союзе. Потому что это уникальная возможность. И кроме того, я считаю себя компетентным. И я знаю людей. Таким образом, я могу дать что-то положительное. А потом увидим. Но какие политические цели перед собой вы ставите? Может быть, когда-нибудь вы все-таки станете премьером нашей страны? Или, возможно, даже будете баллотироваться в президенты? В президенты я никогда не буду баллотироваться. Потому что я не считаю, как сказать, не интересуюсь этой должностью. Премьер-миссия, конечно, это всегда интересно. Я участвую в латвийской политике. Я не исключаю когда-нибудь в дальнейшем, что это может быть. И то, что я хочу, на самом деле, я хочу не просто, но то, что Латвия развивается как высокоразвитая страна с хорошей экономикой, с хорошей политикой. И где люди в основном довольны жизнью. Таким образом, эта цель не должность. А вы можете сказать, почему вы так свободно относитесь к работе? Потому что я 10 лет проработал в комиссии. И таким образом, какие-то пенсионные права у меня имеются. То есть материально. Я считаю, что я достаточно обеспечен. Мои дети большие. Таким образом, меня интересует то, что существо в политике не моя персональная роль. Потому что в политике не обязательно занимать поста. Таким образом, я хочу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать. Таким образом, я хочу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать.